А мы, наверное, тогда движемся дальше и переходим к следующему этапу, который, конечно, за этим немедленно наступает — реализация проектов. Вот, ровно так он и называется — реализация проектов. И поговорить об этом я, наверное, хочу пригласить человека, который не надо вам сейчас представлять, особенно аудитории, которая второй день участвует в нашем сегодняшнем вебинаре, Марина Михайлова. Так, пожалуйста, присоединяйся к нам. Давай поговорим с тобой о реализации проектов. Спасибо огромное. Ну вот я тут даже пыталась тянуть руку, чтобы немножко... Я не дай ла. Да-да-да. Но я потом решила, что я не буду сильно настаивать, потому что мне микрофон все равно отдадут, и у меня будет время, чтобы сказать все, что я думаю по этому поводу. Ну вот я хочу как раз отнестись к тому, чем закончила Светлана по поводу семинара и по поводу, что делать, если бюджет порезан. Да, и вот, во-первых, это, наверное, даже опять сцепки того, что в самом начале дня сегодня говорила Ирина, когда мы планируем экспертизу проектов, может быть, стоит обратить внимание экспертов на то, что часто грантополучатель лучше знает, на что ему нужны деньги. Просто так резать проекты, типа давайте всем сестрам по серьгам дадим. Вот не стоило бы разрешать это делать экспертам, а уж тем более организатор конкурса про это должен подумать. Стоит ли использовать инструмент конкурса, если потом давайте дадим всем по чуть-чуть. К сожалению, это до сих пор бывает. У меня был опыт, когда мы подали проект на 200 тысяч рублей, и нам дали 20. И очень удивлялись, почему мы не захотели заключать договор. Вы отказались, скажи мне, да? Да, 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 мы отказались и очень удивлялись, почему мы не хотим заключать договор. И даже сказали, ну мы согласимся, если вы часть мероприятий не проведете. Сначала-то они хотели, чтобы все мероприятия на 20 были проведены. И мне кажется, что это вот таким подходом очень часто организатор грантового конкурса сам себя в мышеловку загоняет, потому что он вроде тут подсократил, чтобы всем дать, а потом надо все заявки пересматривать из-за того, что порезаны мероприятия, по-другому ложатся результаты. И, в общем, мы получаем, условно говоря, второй грантовый конкурс с неизвестными результатами. Ну и по поводу семинара, и это как раз про то, про что я дальше буду говорить про реализацию. Семинар для грантополучателей – это первый этап реализации проекта. Потому что это как раз, и опять же мы думаем здесь даже не столько, мы же здесь как организаторы конкурса собрались, да, и обсуждаем свои, как бы свою работу. И вот это в первую очередь помогает нам, как организаторам конкурса, выстроить свою системную работу, снять вопросы к заявкам, уточнить некоторые вещи в заявках, а что именно имели грантополучатели в виду, да, победители конкурса. Потому что дальше, сейчас мы про это будем говорить, нам надо приглядывать за этими проектами. И мы должны понимать, что там все-таки должно происходить. Объяснить им, что мы от них хотим, и что мы у них будем спрашивать, и почему мы это у них будем спрашивать, и как они должны эту информацию собирать, чтобы потом не делать это, ой, давайте теперь быстро вынимайте из мусорки те документы, которые вы выбросили, потому что вы ими нам должны отчитываться. Объяснить еще раз все требования. И вот наш опыт показывает, что даже если заявитель много раз выигрывал в конкурсе и говорит, ну можно я не буду участвовать, я уже все знаю. Ответ на этот вопрос нет, нельзя. Потому что, да, то, что вы все знаете, не значит, что вы все знаете. Вы только думаете, что вы все знаете. А мы подрифтовались в прошлого раза немножко, поэтому послушайте, что там было. Например, да. Или мы расскажем вам о тех ошибках, которые были. И что удивительно, мы, например, у себя берем даже, ну подпись, что человек участвовал в конкурсе, получил все инструкции, документы, проходит несколько месяцев, приходит первый отчет, говоришь, а что не по форме-то? А вы не давали форму. Или вообще вдруг форум оказался, что в электронном виде все прислали бумажки свои, как раньше. Абсолютно. Вот. И поэтому это в первую очередь, эти семинары, вообще постоянное взаимоотношение, да, и постоянные коммуникации с получателями, это в первую очередь снимает с нас очень много трудозатрат, которые, да, то есть, оптимизирует нашу работу и помогает нам эффективно выполнить и следующий этап реализации грантового конкурса, да, такого инструмента, как грантовый конкурс, реализацию проектов. Это, мне кажется, один из сложнейших этапов, знаете, по какой причине? Потому что это делаем уже почти не мы. Да ладно. Если до этого все время мы, да, то здесь очень много зависит от того, кому мы дали денег. проект, и именно из-за этого получается, что если мы на самом первом этапе с ними многие вещи не проговорили и не договорились, то в этом случае как бы бразды правления у нас выскакивают из рук, но при этом выпускать их из рук нам нельзя, потому что цикл грантового конкурса продолжается. Этап реализации проектов, это такой же этап цикла грантового конкурса, и наша задача здесь сделать так, чтобы проекты были, мы заинтересованы в этом, как организаторы конкурса, не меньше, чем грантополучатели. Мы, только они каждый про свой проект, а мы про все проекты вместе. Нам надо, чтобы проект был выполнен, выполнен хорошо и правильно, деньги потрачены правильно, про него вовремя и везде рассказали, и чтобы все это сложилось в тот результат, ради которого мы затеяли всю эту эпопею с грантовым конкурсом. Мы стали пользоваться цикла. Наше же имя там тоже стоит, это же не только стоит Вася Купкин из ООО «Ромашка», там же мы стоим, как те, кто дали деньги, на которые на этот проект реализуются. Да, и чтобы нас не обвинили в том, что мы поддерживаем всякую ерунду, во-первых, дали, вот вы денег дали, потом не следите, они там неизвестно, что делают, а кроме того, чтобы наше имя не потерялось. Нам важно, как организаторам конкурса, мы отвечаем за это перед донором, который выделил деньги, чтобы наше имя осталось, да, и теперь уже при реализации каждого из проектов все понимали, что вклад наш в этот проект тоже есть, за этим тоже надо приглядывать. Поэтому я вот, наверное, хотела остановиться сейчас поподробнее на этом большой части, как мониторинг проектов. Знаете, про слова мониторинг и оценка все любят говорить, это такая очень популярная тема, но… И выучили, все выучили, как? Да, 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 и все прям понимают, что это надо делать, но когда доходит дело до дела, извините за тавтологию, часто получается, что это происходит по остаточному принципу, и потом мы судорожно разгребаем то, что не сделали вовремя. Поэтому я вот хотела… Вспоминаем, что вдруг у нас были проекты, и мы до них не добежали. Да, да, да. Ну, давайте попробуем, да, вот попробуем пройтись по этому… вот так. Открылась, да? Да, отлично. Прекрасно. Ну, вот такая символическая картинка, но я сразу хочу сказать, что когда мы говорим о мониторинге проектов, я не буду сегодня говорить об оценке, и у нас есть еще один выступающий, который будет говорить об оценке, я буду говорить о мониторинге, но я сразу хотела бы предостеречь от того, что то, что мы дали людям деньги, да, это же наше было решение организовать грантовый конкурс. Вот мы сами, наша организация, в двух ипостасях бываем, и когда мы даем деньги, потому что проводим грантовые конкурсы на свои средства и на средства, которые нам передали другие доноры, и мы, конечно, участвуем в грантовом конкурсе и бываем грантополучателями. Вот когда мы выступаем как грантодающие организации, проводим грантовые конкурсы, то мы все время отдельно, прям всегда с сотрудниками обговариваем эту тему, что давайте помнить, что грантополучатель, он такой же участник, равноправный всего этого, если бы он нам не дал хороший проект, мы не смогли бы его поддержать, и мы не выполнили бы свою задачу по организации грантового конкурса. И поэтому надо любить, ценить и уважать грантополучателя. Он не то что выпросил у нас копеечку и теперь должен нам по гроб жизни. Он выполняет свой кусок работы, у нас с ним договорные отношения, мы дали деньги, он взял на себя обязательства, и поэтому мы должны взаимодействовать с ним вот на основе вот этих договорных взаимоотношений, обговаривать с ним заранее, и Света про это говорила, что он должен, что должны мы, и не относиться к нему как к тому, кто, ну, как раб должен теперь вот за те полученные грантовые средства, а мы будем, значит, вот с лупой, как вот этот вот, да, каждую секунду за ним смотреть. То есть вот мне кажется, что это важно, но при этом выпускать это из рук, да, искать, ну, они же вот опытные, мы им дали деньги, они уже есть опыт реализации проектов, ну, вот придет время отчета, и тогда они перед нами отчитаются, и все будет нормально. Так тоже нельзя, потому что в этом случае мы как бы с вами упускаем это, и целый кусок грантового цикла уезжает у нас из рук со всем, мы ничего не понимаем, что происходит, мы не можем вовремя помочь грантополучателям, мы не можем что-то подкорректировать, а самое главное, мы не понимаем, что происходит. И вот удержать этот баланс очень важно. Что значит, надо ко всем обязательно отправляться? Ну вот это ни в коем случае, и про это мы еще тоже поговорим, говорим, но вот первое, на что я хотела бы обратить ваше внимание, не знаю, насколько мне показалась эта картинка прям очень такая символичная, потому что очень часто бывает, что, ну, у нас же были какие-то понимания, какие проекты мы собираемся поддерживать, и мы пытаемся одной и той же линейкой начать как-то измерять, да, все проекты, ну, и давайте нам всем там, чтобы были тысячи получателей, благополучателей, давайте, чтобы у нас каждую секунду были мероприятия, и мы начинаем все проекты с одной линейкой мерить. И это неправильно, потому что даже в любом грантовом конкурсе, даже если у нас были заявлены узкие приоритеты и узкие направления, все равно проекты очень разные, у них разные подходы, они в разном режиме выполняются, и мы должны понимать, чтобы мониторить проекты, мы должны понимать, что все эти проекты разные. И часть из них полезет на дерево, часть будет норку рыть, часть будет домики строить и так далее. Вот, и это значит, что я как грантодающая организация должна четко знать, какие у меня есть проекты, про что они и так далее. Опять же, это не значит, что я должна знать каждую секунду, что он там делает, но общее представление мы должны понимать и знать. Подожди, а вот для общего представления, это что? Мы на план работы ориентируемся у людей и просим их нам анонсы, как вот сейчас любят представители власти, говорят, пришлите нам на ближайший месяц все ваши планы, чтобы вы за вами следили. Вот то, что мы у них попросим и то, что они будут нам присылать, все это зависит от того, как мы собираемся выстроить систему мониторинга. И на самом деле очень часто бывает, особенно вот, например, когда мы поддерживаем проекты, мы сейчас только что поддержали несколько проектов, то очень небольшие проекты, где люди проявляют свою активность для того, чтобы помогать друг другу. И мы сразу просим у грантополучателей, чтобы они нам дали календарный план и выделили ключевые мероприятия, на их взгляд. И потом, если вдруг они будут это передвигать, нам сообщили. И это позволяет нам мониторить, как идут проекты, раз, и правильно выстроить информационную кампанию под это. То есть подсветить каждый, поскольку проекты маленькие, у каждого из них в отдельности нет сил подсветить свою деятельность, а очень важно показать, что люди активны. И поэтому нам важно вовремя знать, что у них будет мероприятие для того, чтобы это сделать. Но если у меня было бы, например, 200 получателей с проектами на большие суммы, с большим количеством мероприятий, я сомневаюсь, что мне нужен был бы их еженедельный календарный план, потому что тогда я становлюсь чуть ли не соисполнителем их проекта, мне надо нанимать ровно такую же команду, как у них, чтобы отслеживать эти мероприятия. А с другой стороны, возникают ожидания, что раз вы нас спрашиваете, особенно если речь идет о представителях, например, органов власти или о представителях компаний, которым это важно для пиар, то, собственно, мы тогда ждем, что вы сейчас нас будете каждую неделю и пиарить. Конечно, конечно. И грантополучатели часто в этом случае пытаются как бы переложить часть ответственности. Но вы же нас спросили, значит, наверное, вы про нас будете рассказывать. И вот в этом отношении очень важно понимать, когда мы что-то хотим знать про грантополучателя, мы должны понимать, зачем нам это нужно. То есть почему мы хотим это знать, что мы собираемся с этой информацией или с этими данными делать. И вот здесь я хочу остановить ваше внимание на той разнице между мониторингом и оценкой. Мне кажется, что когда-то вообще считалось, что мониторинг — это одно, а оценка — это другое. Сейчас вот пришли к выводу, что все-таки мониторинг — это часть оценки. Но есть очень важная одна вещь, на которую стоит обратить внимание. Вот мониторинг позволяет нам понимать, как идут дела. Правильно ли реализуется тот проект, который мы поддержали. Мониторингом должен и сам грантополучатель заниматься. Ему тоже ведь важно понимать, у него там все хорошо или нет. И вот мы с вами во время мониторинга, как организатор грантового конкурса, как бы приглядываем за тем, что у него все в порядке. Вдруг он просто побоялся сказать, что у него что-то не получается. Или вдруг у него, он никак не может начать, у него там что-то произошло, и тогда мы можем подключиться и ему помочь. То есть мы присматриваем, что все хорошо. И как часто мы присматриваем, да, и по каким точкам мы проверяем, что у него все в порядке, про это мы должны решить для себя сами. И в этом отношении для того, чтобы знать, что у него все в порядке, мы должны знать, а как у него это должно быть. И вот ровно опять семинар с грантополучателями позволяет нам вот это выстроить, вот эту картинку, чего там у него надо проверять. А оценка позволяет ответить нам на вопрос, а почему у него так идут дела. И правильный ли мы проект поддержали, да, правильный ли он, ну это условно правильный, да, но то есть то ли, что нужно, там происходит. И в этом отношении важно понимать, что когда мы мониторим проекты, мы не лезем внутрь и не начинаем, условно говоря, спрашивать, а чего это вы вот тут вот так вот-то делаете? Мы просто проверяем, что они делают, и все происходит. Вовремя начали тратить деньги. Вот было мероприятие крупное запланировано, да, у нас в календарном плане было. Вот оно состоялось, на нем были люди и так далее. А вот если у грантополучателя по нескольким местам наших проверочных точек что-то плохо, вот тогда мы можем начать задавать вопросы. Что там у вас не так? Вам как-то помочь надо, да? То есть вот тогда может подключиться другая часть, оценка, но я про это сейчас подробно останавливаться не буду. Вообще я хочу сказать, что я сейчас вам покажу картинку, мне кажется, что она прямо гениальная, потому что вот мы живем, вот тут есть три варианта, да. Вот мечта донора, вот мы, значит, получили проект, и вот он так прям как написан, раз, и к результату. Это, кстати, мечта исполнителя. Мы надеемся, что все это будет с небольшими там, да, вот, что вот оно так, как на второй картинке будет двигаться. И для этого нам нужен мониторинг, чтобы видеть, где эти самые отклонения, ну и говорить, ну ладно, все нормально, все около дела, все как-то двигается. Но в реальности бывает, что те проекты, которые мы поддержали, вместо результата приходят к какой-то неведомой хрени. Особенно если мы за ними не присматриваем. Особенно иногда их очень просто выправить. Ну вот в тот момент, когда их завернуло, вот они были уже возле результата, и вдруг их куда-то там унесло. И иногда просто вовремя заданный вопрос, вовремя дополнительная коммуникация с грантополучателем, какой-то дополнительный семинар, который позволяет им набрать компетенции, если мы вдруг видим, что, допустим, все не умеют правильно коммуницировать, и у всех западает информационная составляющая проекта. Все это мы можем увидеть во время мониторинга и подправить. И, наконец, начнет происходить то хотя бы как в надеждах тонера. Но в вашей справедливости ради скажем, что бывает и первое, и второе. Конечно, конечно, конечно. И, опять же, я могу сказать, что и первое, и второе бывает чаще, если нами правильно выстроена система мониторинга. Не значит, что мы ползем. И все предыдущие этапы конкурса отработали тоже. Конечно, если экспертиза была хороша, если положение о конкурсе было правильное. Ведь иногда, на самом деле, чего греха таить, у нас и конкурс, результаты конкурса приходят к неведомой хрени, потому что мы не знали, к какому результату мы хотели прийти. Поэтому эта картинка про нас тоже. Поэтому, мне кажется, она гениальна. Тут можно просто надежды руководителя переписывать. Тут много вариантов. Ну вот я уже говорила о том, что мониторинг – это систематический сбор информации. И здесь важно о значениях заранее выбранных индикаторов и показателей. То есть мы должны понимать заранее, чего мы там собираемся мониторить-то, что там должно быть, для того, чтобы сравнивать факты, планы. И вот здесь я могу сказать, опять мы пойдем с вами назад в другие циклы конкурса, потому что, если в нашей заявке плохо был проработан раздел ожидаемой результаты проекта, если наши эксперты не обратили внимания, что заявитель эти результаты описал плохо, такими, знаете, и всем будет счастье. Вот результат конкурса. Мы чего-нибудь поделаем, и всем будет счастье. Если на этапе взаимодействия с заявителями, да, с победителями конкурса мы не уточнили, что и когда у него должно произойти, да, и как он узнает, что все хорошо, это значит, мы не сможем, у нас не будет в руках вот этих индикаторов, благодаря которым мы сможем мерить, все ли хорошо в проекте. И очень часто бывает, к сожалению, что грантодающая организация, да, то есть организатор конкурса, поскольку он не точно понимает, какие индикаторы должны быть в каждом проекте, он начинает у всех проектов запрашивать вот такое количество информации, да, и... То есть невозможно справиться, и она вообще не нужна. Абсолютно. Она не нужна ни ему. Грантополучатели не могут с ней справиться. И мне, когда работать, они только и делают, что собирают какие-то отчеты, какие-то данные, какие-то цифры, эти цифры между собой не стыкуются, и донору ничего не показывают. И вот это... И особенно это все воспринимается в середине. Вдруг мы поняли, что у нас нет никакой картинки мира, и сейчас мы решили, что а вот теперь вы, пожалуйста, присылайте нам подборки своих публикаций в социальных сетях. А у нас в социальных сетях-то нет как таковых. А никто их не собирал, например, эти публикации там и так далее. И очень здесь важно, что когда мы говорим, что нам надо научить грантополучателей тоже эти индикаторы видеть и собирать по ним информацию. Потому что ты спросила, надо что, к каждому ездить? Да зачем к нему ездить, если он нам эти данные может дать? А в небольших территориях... Как это не ездить? А как о живьем-то посмотреть? Ну, я понимаю, там из Москвы во все деревни не наездишься. Но у себя-то там до любимой Сульбодаровки, или, не знаю, там до Охотинского не доскакать. Ну, знаешь, вот в Архангельске, например, от места, где мы находимся, до места, где реализуется часть наших проектов, от 400 до 600 километров. И асфальт не везде. Не наездишься. Подожди, типовые, что ли, выбрать в такой ситуации? В этом случае мы можем, а, смотреть, есть ли у проекта проблемы, то есть они не совпадают, например. То есть мы видим, что что-то не так у проекта. Не совпадают у него те, то, как идет проект, с тем, как он планировался. Или мы можем выбрать, например, группы проектов, или это инновационные и сложные проекты, которые вот надо посмотреть, как там происходит. Или это новые грантополучатели, или, потому что мы их не знаем, и нам надо познакомиться, а те, кто опытные. Или у нас может быть, но на самом деле никто не отменял сарафанного радио. Вот, я хотела спросить, потому что ты за 600 километров, может быть, вообще никогда не доедешь. Они тебе шлют шоколадные отчеты, что все замечательно происходит. А на самом деле как не было ничего? Ну, на самом деле всегда есть информация, то есть если следить за информацией, в том числе и в социальных сетях, то очень быстро узнаете, что вам шлют шоколадные отчеты, а на самом деле там что-то совсем другое, но тоже коричневого цвета. Поэтому вот в этом отношении важно понимать, что вы хотите знать и в какой момент вы должны напрячься. Потому что иногда бывает, что мы дали на реализацию проекта, например, 25 тысяч рублей, а на то, чтобы съездить и его посмотреть, нужно потратить 50. Так стоит ли ехать? Но с другой стороны иногда бывает, мы дали 25, и эта территория нам крайне интересна, и мы хотим ее поддерживать дальше. Мы хотим, чтобы там выросли дополнительные организации, и мы поедем туда, потому что мы отмониторим этот проект и решим еще какие-то другие задачи. И вот в этом отношении, если мы работаем системно и в долгую, то очень часто мониторинг сцепляется с другими нашими вещами, которые мы должны делать как организатор грантовых конкурсов. Ну вот ты как раз задала вопрос, который, вот картинка, мне кажется, очень это отражает, потому что когда мы говорим о мониторинге, нам надо выбрать очень много направлений, куда двигаться, что делать, и в первую очередь задать себе вопросы. А кого мы будем мониторить? Каким способом мы будем мониторить? Потому что контроль там за, например, присланными промежуточными отчетами, это тоже мониторинг. Я смотрю, что происходит, мне прислали данные, я их проверяю. Как часто мы будем мониторить? Потому что иногда бывает, что мы дали на год, например, организации деньги и просим, чтобы она нам ежемесячно отчитывалась. Они проклянут нас и больше никогда денег у нас брать не будут. И всем другим скажут, не ходите к ним, они шальны. У нас тоже был опыт, мы реализовывали один из проектов. И мы посчитали, что объем отчетов, которые с нас запрашивали, он в разы превышал сумму, которую нам дали. Ну, в общем, нам... Понятная история, когда ты делаешь конкурс первый раз, и когда ты волнуешься, особенно если ты, это не твои собственные деньги, не ты лично донор, а ты в этом случае выступаешь провайдером, и деньги, например, на территорию привлек, то очень страшно ведь, что хочется показать, что все сделано так замечательно, что дайте нам еще, и мы еще отработаем. Поэтому честно можешь доказать, только вот этим. Ну, на самом деле, то, что вы будете бесконечно приставать грантополучателю, скорее всего, ухудшит результаты проекта, потому что заниматься ему будет некогда, никаким проектом, делать ему работу, на которую он у вас взял деньги, будет некогда. Он будет заниматься исключительно тем, что будет рисовать вам красивые отчеты. И да, по отчетам у вас будет все красиво, по факту будет плохо, потому что ему просто будет некогда. Особенно это вот важно удержать этот баланс, когда мы на региональном, на муниципальном уровне часто мы даем очень небольшие деньги на оплату труда, или вообще не даем. И когда мы начинаем грантополучателям приставать по поводу того, что каждую неделю пришлите нам вот такие таблицы, в которых будут цифры вот так, вот так и вот в таком разрезе, то в этом случае, ну, давайте себе честно ответим. Мы мало того, что тот, кто получил деньги, да, победитель конкурса, реализует то, ради чего он за все это взялся. Мы еще навешиваем ему кучу вот этой бумажной работы, и ничего, кроме негатива, мы в ответ не получим. И, скорее всего, человек скажет, да лучше бы я вообще этого не делал, а если мы хотим, чтобы он продолжал, и да, и дальше участвовал в наших конкурсах. Конечно, важно удержать этот баланс. Поэтому выбор способа мониторинга тоже очень важный, и про на это надо обращать внимание. Ну, вот давайте, на что все-таки, вот что надо отслеживать, да, чтобы, ну, быть в курсе, да. Ну, во-первых, нам надо отслеживать использование ресурсов. И соответствие расходования денег, вот плану. Часто бывает, что организация, знаете, работу делает, деньги забывает тратить. Так тоже бывает. Потом заканчивается все, ой, а деньги у нас остались. А нам ведь не... Да, но бывает такое, особенно у начинающих организаций. И в этом отношении, если мы, опять же, на старте проекта попросим их дать примерный план, да, вот, например, как фонд президентских грантов говорит, разложите мне, там, полуторагодовую сумму на отчетные периоды. Сколько в каждом периоде вы собираетесь тратить, и на что? Да, это потребует времени, но дальше и исполнитель проекта, и вы можете понимать, все там хорошо, вот крупные мероприятия закончились, а деньги-то почему еще остались? Надо перераспределять их как-то и так далее. То есть вы в этом отношении приглядываете как бы за тем, как расходуются средства. Процесс выполнения, да, насколько вы в графике. И если у вас есть график, и организация вам в отчете подает информацию, что у вас, да, или вы видите в информационном поле, что она все провела, значит все около дела, да. Ну и более сложный момент это оценивать результаты, то есть насколько все-таки решаются те задачи, и это уже иногда, это иногда созвоны с грантополучателями, это сайт-визиты, когда мы можем выехать и посмотреть, и поговорить, да, с участниками. То есть в этом отношении уже это более сложные такие вещи, но вы тоже можете выбрать для себя способ, как вы это будете отслеживать. Ну и вот главный принцип мониторинга, на секунду на этом остановлюсь, что у вас должны быть, я про это уже говорила, прям показатели, инструменты и сроки измерения. То есть что я смотрю, да, вот должны израсходовать к такому-то моменту примерно столько-то денег. Вот у меня есть показатель, да. Инструмент, каким я могу проверить? Например, через полгода запросить отчет промежуточный по упрощенной форме, чтобы они мне показали, что я вот это израсходовал. А если не израсходовали все, что запланировали, отдельным письмом написать объяснение, почему не израсходовали. Ну, например, что-то куда-то перенесли и так далее. И тогда мы понимаем, я в этот момент меряю это, смотрю эти показатели и либо начинаю волноваться и применять дополнительные, да, запрашивать дополнительные данные, или утираю под салва и говорю, с этим проектом все окей, смотрю следующее. Значит, вот когда мониторинг не получается, когда вот как на картинке, когда у меня нет ни сроков, ни понимания, как я это померяю, ни понимания, что я хочу получить, я говорю, ну, менеджеру, да, грантовому менеджеру иногда руководитель говорит, ну, ты там посмотри, все ли в порядке у нас с проектом. Вот я посмотрю, в порядке, ну, как-то все идет, вот. Вот если у нас нет точности и понимания, вот тогда мы можем впасть в две крайности. Либо мы вообще ничего не понимаем и, ну, ну, вот примерно как-то так все идет, да, либо наоборот, мы начинаем нервничать и начинаем детализировать так, как нам не нужно. И тем самым еще больше ухудшаем ситуацию, мучаем наших победителей конкурса, и при этом ничего все равно не меняется, потому что у нас нет системы мониторинга. Вот, не буду подробно здесь зачитывать, и следующий слайд, просто посмотрите потом. То есть индикатор это как раз вот тот самый набор значений, который нам и позволит померить все, что мы хотим померить. И виды вот этих индикаторов для мониторинга тоже очень разные могут быть. Мы можем мерить и ресурсы, и результаты, и даже эффективности воздействия. То есть даже за этим мы можем приглядывать, если мы понимаем, что смотреть. И снова верну вас к тому, что должно быть. Мы должны очень четко на этапе выбора проектов и на этапе потом старта проектов понять и договориться, а что для нас хорошо сделанный проект. Потому что иногда говорят, вот я когда занимаюсь оценкой, иногда говорят, оцените, насколько хорошо реализован наш грантовый конкурс. А что для вас хорошо? Ну, что все проекты реализованы качественно. И говорю, а вы отчеты приняли? Приняли. Закрыли их? Закрыли. Никому не сказали, что плохо сделан проект? Нет, не сказали. Значит, зачем вам оценить? Все у вас хорошо, вы уже сами все оценили. Но это ли было результатом конкурса? И поэтому мы должны точно понимать, что мы собираемся иметь. Но еще очень важная вещь, опасность такая, которая есть в мониторинге. Инструменты для мониторинга очень простые, вы с ними со всеми знакомы. Вот Наташа несколько раз меня спрашивала, надо ли везде ездить. Иногда для этого достаточно посмотреть документы, понаблюдать за тем, что происходит в социальных сетях. Может быть, позвонить некоторым грантополучателям и поговорить с ними. Я имею в виду благополучателям, не только грантополучателю, но и, например, люди участвовали в семинаре, и можно поговорить с этими людьми, насколько для них это было важно, нужно посмотреть обратную связь и так далее. Ну вот еще очень важно понимать, что... Остановись, пожалуйста, на секундочку. Вот я хотела бы вернуться к этому моменту, потому что вот это вот важно, почему я все время проездить ездить, потому что это такой как бы миф благополучательский и донорский. Так сложилось, что что такое мониторинг? И это, значит, раз ты смотришь промежуточный отчет, и два ты едешь и смотришь все глазами, потому что никому не верю, только то, что увижу сам. Нет, дорогие товарищи, вот обратите внимание, что очень разные вообще есть инструменты в мониторинге. И еще хотел бы, наверное, добавить, что не обязательно сам лично грантовый менеджер это может делать, точно так же, как и оценка может проводиться, о чем мы, наверное, будем сегодня говорить, руками не самой организации, а специально привлеченных экспертов, так и мониторинг может быть сделан кем-то другим. И это может быть как бы как явно специально организованная процедура, так и, собственно, поехала ваша коллега, а вы просите, зайди еще, пожалуйста, там, мы поддержали не только театр, но и музей, ты загляни, как у них там дела, просто посмотри, как дела, видать наши там логотипчик, что о проекте слышно, что таксист скажет в городе, и это тоже работает. Конечно, и в том числе это работает в рамках того, что это могут быть люди с этой территории, которые приехали к вам на какие-то другие мероприятия, их можно про это спросить, да, у вас наверняка есть партнеры в этих территориях, их тоже можно попросить, об этом спросить, кто-то поехал из органов власти, например, на мероприятие, и вы потом можете по этому поводу побеседовать. Ну, то есть, на самом деле, способы, какими вы можете получать информацию, очень разные. Главное, чтобы вы понимали, какая информация вам нужна. И в этом отношении очень часто мониторинг как бы есть, но его как бы нет, так бывает. Вы делаете мониторинг? Делаем. А что, какая информация у вас есть? Ну, как-то все идет. Потому что ровно мы не понимаем, что на самом деле мы хотим какую информацию получить. Что нас интересует? Было ли это мероприятие вообще? Пришли ли на него люди? Были ли какие-то изменения у людей из-за того, что они на эти мероприятия ходят? Все это вы должны, то есть, вы должны понимать, что, в какой момент, какую информацию вы хотите получить. И желательно, чтобы эта информация приходила к вам из разных мест, потому что я сегодня покажу еще, значит, у меня будет отдельный слайд про еще очень одно важное ограничение системы мониторинга, потому что мониторинг делают люди. И поэтому у него есть некоторые ограничительные вещи. Ну, вот давайте немножко тоже про это поговорим. Неоднократно повторяла и снова повторю. Мы измеряем только то, что запланировано заранее, и невозможно измерить то, что мы не планировали. Если мы не знаем, что это надо померить, оно само по себе не измерится никак. И вот очень важно понимать, что когда мы мониторим, иногда нам вот мелочи не нужны, нам нужны какие-то вот важные, крупные вещи. То есть, вы должны понимать, что для вас важно. Мониторинг констатирует факты, но не объясняет причин. Из-за чего, вы можете, например, узнать при мониторинге, что семинар состоялся, но на него пришли вместо 50 человек 10. Плохо или хорошо? Не знаю. Мы просто видим факт, что должно было 50, а было 10. Возможно, они изменили формат и сделают 5 раз по 10. Возможно, что-то в этот момент произошло. Не знаю, как у нас была ситуация, когда мы запланировали семинар, но была резкая оттепель и ледовые переправы просто стали опасны для пересечения. И люди просто не смогли добраться. Они все до рек то дошли, они реки перейти не смогли. То есть, это не мы плохо сработали, это форс-мажорное обстоятельство. Ну, то есть, нельзя сразу, получив какой-то факт, кидаться, значит, пить шампанское или наоборот мылить веревку. Значит, мониторинг дает нам только информацию, дальше с ней надо еще что-то делать. А некоторые факты мы не можем увидеть напрямую. И их надо, для них надо дополнительные какие-то действия делать, в том числе, например, мы, ну, улыбающиеся лица на семинаре не значит, что всем все нравится. Может быть, наоборот. То, что люди выключили камеру, не значит, что они ушли. Ну, они могут быть здесь, просто они выключили камеру, чтобы не было трафика. Вот. Но при этом, то, что они здесь и смотрят в экраны, у них камера включена, еще не значит, что они слушают. Может, у них звук выключен, да, и они слушают музыку. Вот, в этом отношении какие-то вещи, и поэтому мы периодически говорим, если вы меня слушаете, поставьте, пожалуйста, плюсик в чат. И это вот тот самый мониторинг, что у нас там сейчас, там у меня чат не видно, скажи, пожалуйста, там есть плюсики? Не внемлют, Марина, внемлют. Отлично. Вот. Это вот был как раз вариант мониторинга ситуации, когда напрямую увидеть нельзя, но можно выяснить каким-то другим способом. Значит, есть риск манипулирования значениями, да, и мы это видим иногда, мы ни в чем так не искусны, как в оправдании самих себя, и мы видим, как иногда и сами так делаем, когда на семинаре у нас не хватает двух человек, мы еще двух ведущих записываем туда, и вот уже у нас правильное значение по мониторингу, все хорошо, у нас все нужные люди на месте, вот, но на самом деле этот риск манипулирования есть и у тех, кто реализует проект, и у нас, как у людей, которые за этим приглядывают, да, и поэтому нужно быть аккуратными здесь. Мониторинг дает только часть сведений, и поэтому, если нам надо потом принять решение, и, например, у нас есть данные мониторинга, что у проекта не все в порядке, да, он мало истрачено денег, уже больше половины проекта прошло, у нас есть информация, что не все мероприятия проведены, что меньше количество участников, да, и нам надо принять решение, что делать, остановить проект, да, как-то его вместе с грантополучателем его как-то изменить, ну, то есть что-то надо делать, но при этом вот этих данных мониторинга нам недостаточно, нам нужно сделать еще дополнительную работу для того, чтобы ответить себе на вопрос, а что там не так, да, почему там это не так, да, то есть мы только видим сейчас, что что-то не так, а вот чтобы уже понять, что не так, почему не так, и принять решение, нам нужны уже оценочные действия, то есть нам мало только данных мониторинга, да, вот то есть для ответа на вопрос, кто виноват, нужны дополнительные действия. Ну и вот то, что я уже говорила и написано на предыдущем слайде, что на самом деле очень многое зависит в мониторинге от нашей интерпретации. То есть от того, как мы смотрим на цифры. Вот 70 человек сегодня на семинаре это много или мало? Как мы интерпретируем, что их 70 зарегистрировано почти 200? Всем остальным неинтересно? И вот мы начинаем достраивать какие-то умозаключения на основе имеющихся фактов и очень многое зависит от того, в какую сторону мы начнем это строить. Но мне кажется, вот эта гениальная картинка как раз показывает, как по-разному можно интерпретировать данные. Я думаю, что царь ожидал не этого. И вот в этом отношении мы должны понимать, что мониторинг как раз дает нам данные для того, чтобы мы смирялись с фактами. У нас есть план того, как проект должен реализовываться, у нас есть данные мониторинга и соответственно мы видим так или не так. А вот уже интерпретировать эти данные нужно аккуратно и на основе этого дополнительную информацию получать и на основе этого принимать решение. Ну вот у меня уже не очень много времени осталось, поэтому я хочу еще одну такую картинку. Вот всегда, когда красивые, интересные картинки, которые тебе нравятся, показываешь, так жалеешь, что это не не оффлайн, потому что все бы смеялись, ты бы слышал, а так сам с собой разговариваешь, сам с собой смеешься. Ну вот я еще одну картинку, мне кажется, она тоже про нас, про всех, вот, мне показалось, она вот для моих следующей информации подходит, но мне кажется, она подходит вообще ко всему. Вот. И вот это очень важная вещь, что мониторинг... Вот я пишу в чате и хихи, и картинка огонь для поддержки моральной. Да-да-да, вот. На самом деле, мне кажется, это вот мы проект и так пишем. Да мы вообще не ложимся, что мы не засыпаем у компьютера, Мариша. И, ну да, это нам кажется, а мозг говорит, я еще отдохну, потом все сделаю. Ну вот на самом деле, что важно в мониторинге? Ну, я уже про это говорила, мне кажется, что это вообще, ну, такой красная нить через весь наш семинар по поводу того, что вообще самое главное — цели. Да, вот если мы не понимаем зачем, то лучше вообще этим инструментом не пользоваться, как и многими другими. Да, то есть мы должны четко понимать цель конкурса, когда мы его начинаем, и мы должны четко понимать цель нашего мониторинга, то есть зачем мы его делаем, что мы хотим, нервы собственные успокоить, помочь грантополучателям, да, то есть вот что мы потом с этими данными мониторинга будем делать. Мы должны заранее выбрать сроки, показатели, методы сбора для получения необходимых нам данных. И, кстати сказать, очень многие данные для нашего мониторинга нам может предоставлять тот, кого мы поддержали, да, победитель конкурса. Именно у него все основные данные, он же проект делает. Но он должен знать, что нам эти данные нужны. Причем не тогда, когда они нам вдруг понадобились, а он должен знать об этом заранее. Поэтому вообще-то, как мы будем осуществлять мониторинг, зачем мы будем приглядывать, да, все это надо планировать там, в самом начале. И нашему грантополучателю обязательно на первом семинаре сказать, чего мы от него хотим, когда и в какие сроки. И вот это вот очень я не люблю, когда в положении, в договоре на получение гранта, например, есть такая фраза. А еще благотворитель может в любой момент попросить у вас любую информацию, и вы должны ему в ту же секунду, когда он ее у вас попросил, ее дать. Благотворителю, конечно, да, то есть грантодателю. Это очень удобная формулировка. Ну, то есть мне вот это захотелось, и я попросила, и мне прям должны, в договоре же написано, что должны. Но, опять же, давайте исходить из реальности. Если я, как грантополучатель, выполняя проект, не знаю, что вам будут нужны эти данные, и не собираю их, а вы вдруг меня попросили через полгода проекта эти данные вам дать, то в этом случае у меня или я вам буду врать, или я брошу все и начну искать вам эти данные, проклиная все на свете. И в этом отношении это плохо и для вас, и для грантополучателей, и для репутации конкурса, да, и абсолютно не факт, что эти данные будут объективными. А так бывает, к сожалению, очень часто. То есть, и еще очень важно, что вы должны понимать, в каком виде вам нужны эти данные. Ну, например, если вы хотите получать данные по количеству участников, вам это важно, например, то если вы не скажете победителю конкурса, что в отчете, и не предусмотрите в отчете специальную форму, сейчас немножко про отчет скажу, куда нужно вписывать эту цифру, то вы будете получать ее внутри текста и потом тратить кучу времени, чтобы ее выловить. Потому что когда вы скажете, сколько там у тебя было, он скажет, да я уже вам в отчете все написал. И в этом отношении важно это понимать. Вы должны понимать, что должен быть рациональный уровень затрат на мониторинг. Нельзя, чтобы затраты были больше, чем вы раздали грантовых средств. Ну и еще очень важная вещь, что у вас должна быть система принятия управленческих решений. То есть вы эти данные собираете, и что? Вот вы увидели, что плохо что-то, и что? Вы увидели, что все прекрасно, и что дальше? Вот этот вот следующий шаг, что мы будем делать, когда мы получаем данные мониторинга, и что мы будем особенно делать, если данные мониторинга показывают, что что-то не так в проекте, это очень важная вещь, про нее обязательно надо подумать. Сейчас, одну секунду, прежде чем ты дальше такой, отчетом перейдешь. Тут коллеги спрашивают в чате, и не первый уже раз, сколько же надо на человека проектов-то при таких раскладах? То есть я и так, и сяк, еще 10, 100, 200. Ну сколько реально можно осилить одному грантовому менеджеру? Ну на самом деле все зависит опять же от того, как выстроена система мониторинга. Иногда и 10 много, а иногда и с 200 справляются. Все зависит от того, насколько правильно выстроена система сбора данных, насколько вы для себя этот процесс мониторинга построили. Если вы построили, что вы поддержали 50 проектов, и каждый проект ежемесячно должен быть сайт-визит, потому что вам важно все видеть глазами, и каждую неделю вы хотите знать, вовремя у них прошли мероприятия или не вовремя, и на все крупные мероприятия вы хотите приехать, и там своими словами сказать, кто поддержал этот проект, чтобы точно быть уверенными, что все сказано правильно. То тогда, извините, 10 проектов – это прям очень приличное количество для одного менеджера. Если у вас выстроена другая система, и вы больше опираетесь на отчеты, на мониторинг социальных сетей, и проверяете только критических точках проекта, или проверяете их в дополнение по ходу, и у вас есть волонтеры, которые помогают вам, то тогда может быть и сильно большая цифра. Спасибо. Ну и еще очень важно, что, да, и про это тоже я говорила, это просто как вывод, что эффективный мониторинг дает нам как раз базу данных для оценки, если мы хотим потом оценивать и результативность проектов, и конкурс в целом, то данные мониторинга будут очень важны для этого, да, и поэтому очень важно их сохранять, правильно систематизировать, потому что что греха таить, иногда мы данных-то насобираем кучу, а потом разобраться, где какие данные, где какая цифра, и как это все вместе сложить, да, то есть мы в одном месте одно собираем, в другом другое, и потом пользоваться этой базой данных, этой информации практически невозможно, поэтому относитесь к ней как к системе, да, говорят, что компьютер хорошая штука, но если в нем бардак, то лучше на бумажках, их искать проще, их видно сразу, ну и вот на самом деле еще одна важная часть, на которую я почти не оставила времени, но мне кажется, что это как раз, мы про это говорили почти все время, когда говорим про грантовый цикл, вот у грантополучателя наступает период подготовки отчета, вот, и для них это такая печальная часть, я вот, например, страсть как не люблю период подготовки отчета, да, потому что ты же уже все сделал, у тебя все хорошо, что теперь про это писать, вот, но когда мы встаем позицию донора, грантодающей организации, это как раз тот самый период, когда мы говорим, да что ж вы не пишете-то, да, вы же все сделали, напишите, нам важно, чтобы это было написано, нам важно иметь эту информацию, да, то есть и в этом отношении, для того, чтобы мы получили хороший отчет, очень важно и нужно, чтобы у нас правильная была форма отчета, и вот надо понимать, что требования к отчетности разрабатываются вот тогда, когда вчера Вячеслав Гудалин нам, позавчера, рассказывал про подготовку документов конкурса, и мы уже тогда должны понимать, какие отчеты мы хотим получить, и что мы потом с этими отчетами будем делать, так, мы должны подумать, какая информация нам в отчете нужна, и как она должна быть там структурирована, и если мы просим у организации только расскажите, что вы сделали в рамках проекта, то тогда не удивляйтесь, что у вас нет аналитики, потому что вы такой вопрос не задавали, или если вы не сказали сразу грантополучателям, что они должны будут описать вам, а как изменилась ситуация по сравнению с началом, то не удивляйтесь, что они скажут, а мы не помним, как было в начале, потому что они не знали, что им придется отвечать на этот вопрос. Соблюдайте баланс в отчете, сколько вам надо этой информации, не спрашивайте лишнего, но в то же время запросите все данные, которые вам нужны, чтобы потом не говорить, ой-ой-ой, мы забыли у вас спросить в отчете, нам еще вот эта цифра нужна. И вот как раз форма предоставления отчета не менее важная, чем то содержание, которое там есть, потому что, например, мы проходили, когда только начинали в 2001 году делать конкурсы, у нас были отчеты, из которых мы потом почти вручную выбирали кусками вещи, чтобы сделать хороший отчет донору, потому что у нас было там не структурированные ответы. И после этого, когда мы намучились составлением донору отчетов, компонуя его из разных отчетов грантополучателей, мы поняли, что надо изменить форму отчета и предусмотреть там блоки, из которых мы можем легко брать цифру того, сколько людей было, сколько методических материалов выпущено, сколько мероприятий проведено и так далее. А Бин, поскольку про это не рассказывай, все равно, пока ты не сделаешь первый раз это упражнение сам, на грабли сам не наступишь, никакой грантодатель и не сможет этого. Какие вот, опять же, шаблоны не берись, за кем не подсматривай. Ты никогда не зняешь, к сожалению, поэтому внутренне надо немножко к этому быть готовы, не расстраиваться, но постараться все-таки про это продумывать, как уже сейчас, по крайней мере, это не 10 лет назад, когда мы начинали, да, посмотреть, что реально работает, что нет. Да, и вот очень важно, прям, если мы понимаем, что я вот из этого блока буду брать цифру, да, и она у меня автоматически там будет собираться каким-то образом, то я должна для себя понимать и сказать, грантополучать, слов тут не пишите, тут должна стоять только цифра, подсказочка такая должна быть в форме, иначе они там напишут там 15 тысяч человек, и у вас автоматическая система не возьмет оттуда данные, да. Они 15 тысяч словами напишут для начала. Да, или 15 тысяч напишут словами, так тоже может быть. И вот как раз именно про это следующий пункт, объясните грантополучателю, что вы от него ждете, да, то есть почему он должен, иногда он говорит, да что же за это вот эти доноры, вечно придумывают какую-то фигню, вот эти дурацкие отчеты, вы просто на семинаре людям скажите, что у вас такой отчет, в том числе и потому, что вот мы поддержали 100 проектов, а отчет нам надо донору общий собрать, и поэтому вот из этих, этих и этих блоков, да, продублируйте сюда цифры, которые вы там дальше в другом месте в тексте пишете, потому что это автоматически соберется и позволит сложить общий отчет. Грантополучатели люди вменяемые, я вас уверяю, вы же сами многие к ним относитесь, да, они все хорошо понимают, вот, особенно если грантополучатель жил в двух лицах, и грантополучателем, и грантодателем. Ну и, наконец, мне кажется, тоже я про это уже в самом начале говорила, и хочу именно этим и закончить, что берегите, пожалуйста, грантополучателей. Без них наша работа организаторов конкурса бессмысленна, если к нам никто не будет подаваться, нам некого будет поддерживать. Очень важно помнить, что у них вообще-то есть и другая работа, и другие проекты. И наш поддержанный проект, они, конечно, нас очень ценят и любят, но даже самые большие деньги, когда мы даем грантополучателю, все равно это только часть его деятельности, да. У него есть своя работа, у него своя организация, после вашего проекта поддержанного ему надо жить дальше, поэтому он должен работать и на развитие. И поэтому не занимайте все пространство грантополучателя собой, да. Помните, что у них есть и другая работа, и, ну, как бы, будьте аккуратны в этом отношении, и вести себя с грантополучателем тоже. Мы часто на этапе отчетности начинаем вести себя. Я тебе дал денег, и ты должен, да. Я тебе дам мой навечно. Да-да-да. Вот в этом отношении очень важно не скатиться. Это очень легко, вот эта вот черта перешагивается в секунду. Особенно, если у грантополучателя что-то не получается, да, и где-то у него вот что-то не так. И в этом отношении мы должны вот все-таки очень точно понимать, что на самом деле это наша партнерская история, да, и мы можем поддерживать хорошие проекты, ровно потому, что эти хорошие проекты, хорошие организации нам подают на конкурс, и тогда наши результаты нашего конкурса реализуются, соблюдаются, и вот получается то, ради чего мы все это затеваем. Спасибо вам большое. Спасибо, Марин, большое за такой очень эмоциональный рассказ, который, мне кажется, останется благодаря твоим прекрасным картинкам в душе и в, кто визуал еще и, значит, в головах наших уважаемых сегодняшних коллег, которые участвуют в семинаре-вебинаре. Для меня, знаешь, я хотела последние пять копеек, наверное, в эту тему добавить. Всегда очень показательно было, как мониторили свои проекты наши международные коллеги. Вспомни, когда они только пришли в Россию, не было большинства из них никаких офисов здесь, и дальше никаких офисов не было. Они давали нам гранты, ну и, собственно, что дальше? Они же тоже были заинтересованы в том, чтобы быть уверенным, что проекты, а проекты были даже не годовые, а двух-трехлетние, институциональное развитие, самые-самые разные. И тем не менее, нужно было как-то быть уверенным, что проекты у вас идут хорошо, люди в другой части света живут нормально, все у них идет планово, или там, не знаю, вот к неведомой хере, как у тебя было нарисовано на первой картинке. И ничего же, справлялись. И мне кажется, вот для нас это вот еще такой есть, такой шаг вперед, и планка следующая, которую нам, как грантодателям, стоит преодолеть. От тотального контроля, от бесконечного попытки и желания вмешиваться и улучшить эту ситуацию, к такому большему доверию и большему действительно партнерству с нашими благополучателями в момент реализации проекта. Потому что вот ты сейчас в основном говорила про мониторинг, а как бы, ну да, его результатами, да, вмешательство иногда случается в то, что делается нашими благополучателями. Спасибо.